друзья приветствую александр из анабы прислал образцы масла полимериум x pro 1 540 так сейчас я покажу вот описание масло автомобиль условия эксплуатации это шери тига 1 и 8 16 клапаны так сами образцы свежая отработка сейчас я вскрою подпишу немножко пролилась отработка но сейчас все сделаем и можно приступать к созданию эталона первым делом естественно обновляю спектр далее подкорректирую сохраню эталон и можно будет проверять отработку вот такая спектрограмма видно что стрф здесь много увеличу сейчас этот фрагмент чтобы попытаться оценить количество примерно 030 это уровень близкий к мобилу один я так думаю что это где-то пять пять с половиной процентов ну до 6 также как в принципе в мобиле так сохраняю сейчас подкорректирую посмотрите значит противоизносных присадок 108 процентов прибор намерил ну нормально масло полнозольное от либо 4 хотя и c3 указан в допусках сейчас подкорректирую гликоль гликоль обычно вот так и уезжает сильно если много эстеров сажу ну и как многие уже постоянные зрители знают что эстеры совпадают с карбоновыми кислотами по пикам ну и они путают прибор прибор путается завышает кислотное занижает щелочное вот в этом конечно есть проблема поэтому сейчас кислотные я подправлю я сделаю 216 но может быть где-то вот похоже на на уровень такой учитывая сколько эстеров но вот щелочным были проблемы 7 и 1 намерил прибор должно быть занижение выше но я нашел данные по полимериуму только по этому маслу сам производитель заявляет 8 хотя скорее всего она выше ну так написал как как они сами заявили ну и можно приступать проверки отработки но как я уже говорил шерри тига 5 литров объем масляной системы 164 тысячи общий пробег 7500 на на масле ну и посмотрите противоизносных присадок 10 процентов осталось 0 4 гликоль надо обратить на это внимание нитрование посмотрите какое высокое почти 42 значит но окисление там сажи не так много то есть сгорание в общем-то неплохо происходит растет на практически на полторы единицы кислотное подросло и щелочное вообще в 0 в нулях не знаю да и 1200 ppm я бы сказал что есть признаки попадания антифриза в масло гликоль плюс большое количество воды надо александр обратить внимание пристальное на эмульсию там на крышечку на щуп проверить нет ли эмульсии ну и вот здесь окисление азотное очень высокая александр написал что расхода нет четыре с половиной тысячи был пробег по городу и 3000 по трассе так сейчас покажу вам сравнение вязкости свежей отработку посмотрим что 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 она произошло с вязкостью вязкость разжижилась и достаточно сильно то есть видно что топливо что в масло попадает топливо практически да ну здесь я изменял на 64 процента разжижения от максимального уровня по риске максимального разжижения да не забывайте отметить видео подписаться кто не подписался колокольчик нажимайте сейчас покажу вам прогноз к сожалению средней скорости нет вот часов нет поэтому приходится ориентироваться исключительно на километраж посмотрите какие цифры цифры не очень радостные 4 600 на масле но видно что здесь очень сильно окисление воздействует на масло по нитрованию 6 100 ну и вязкость в этом варианте проехала бы там около 12 тысяч километров до максимальный ну хотя вязкость конечно вы понимаете это условно такое разжижение топливом если покататься хорошенько по трассе скорее всего она уменьшится выпариться топлива вот сейчас давайте попробуем попробую я предположить погадать когда на ромашечке что такое значит расхода масла нет скорее всего нет прорыва картерных газов по крайней мере какого-то существенного это возможно фильтр но слишком высокая для фильтра я бы честно говоря предположил из вариантов что эта проблема с катализатором то есть скорее всего выхлоп подзабит ну мое предположение могу ошибаться вот значит по противоизносным всего 10 процентов но тут основную роль я считаю что несут на себе эстеры все-таки причем они полиэстеры похоже по по длине волны дорогие вот ну что еще можно сказать да надо смотреть на предмет антифриза ну и возможно как-то проверить катализатор потому что масло умирает достаточно быстро сами видели это не пробег вот такая вот ситуация благодарю александра за предоставленные образцы поддержку канала всех кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока